МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Завершился первый круг и вот последние результаты состоявшихся игр. Кардиналу уступили команде Дюш 58-79. И сразу же в первой игре второго круга команда Авангард снова обыграла Кардинал 84-43. В свою очередь Авангард одарил еще и энергию 96-59. Воспитанник Дюшор Атом Артем Мальцев стал бронзовым призером этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который завершился в минувшие выходные в Дрездене. На третью ступень пьедестала почета спортсмен поднялся вместе с Глебом Ретивых из Тюменской области. Молодец, Артем, так держать! 13 января воспитанники Дюшикар вернулись из Новочебосарска с первенства Привозского федерального округа по легкой атлетике. Мария Девяткина завоевала золотую медаль в беге на 400 метров и бронзовую в беге на 200 метров. Евгения Иришева и Мария Девяткина стали победителем соревнований в эстафете с 4 по 200 метров. Павел Жарков стал серебряным призером в тройном прыжке. Тренируются спортсмены у Марины Мачкаевой и Алексея Колганова. В Девеве уже в третий раз прошел рождественский турнир по армейскому рукопашному бою «Новая смена». Состязание организовали для спортсменов, которые занимаются армейским рукопашным боем не более одного года. В этом году набралось 60 новичков со всей Нижегородской области. На состязаниях Саров представляли Алексей и Иван Никишины. Итог. Мальчики первое и второе место заняли в своих возрастных категориях. На этой неделе стали известны результаты новогодней семейной олимпиады, которую провели сотрудники РФЦ в дни новогодних праздников. Прошли соревнования по семи видам спорта – шашкам и шахматам, семейные соревнования по дарс, турнир по теннису и баскетболу среди ветеранов, а также соревнования по волейболу и мини-футболу. Всего в праздничных соревнованиях приняло участие 158 человек, но в новогодней семейной олимпиаде по шашкам приняло участие 8 семей. Первое место заняли дедушка Евгений Зиновьев и внук Миша Камчатный. В шахматах первое место у семи кровец, в дарце первое место заняла семья Кондратовых. В прошлой программе я уже рассказывал о юных шашистах, которые стали лучшими в Нижегородской области. Мы с ними встретились и выяснили все подробности той поездки. Михаил Ковалев и Максим Костюков – давние соперники. Вот уже несколько лет они борются за титул лучшего шашиста города и региона. На первенстве Нижегородской области спортивная удача улыбнулась Максиму. Сыровчанин стал обладателем титула чемпиона. Мы всегда тренируемся и все время сталкиваемся. И у нас то ничья, то я выиграю, то он выиграет. После окончания турнира по классическим шашкам участники вступили в борьбу за чемпионство в быстрых программах. Сыровчанам не было равных в этой дисциплине. Михаил Ковалев привез домой сразу две золотые медали. Было сложно вблизиться, потому что это было почти в один день. После того, как долго думаешь, надо быстро играть. Это сложно приключиться так. Когда мозг думает, руки должны делать, потому что у тебя время иначе кончится. Ты проиграешь. Еще одна воспитанница Дворца детского творчества Татьяна Пешихонова в турнире девочек по быстрым шашкам завоевала второе место. Татьяна неоднократно становилась чемпионкой нижегородских соревнований. В этом году для победы ей не хватило нескольких минут. Я вначале больше времени тратила, чем в конце. А потом в конце, когда там надо было делать мячу, я не успела. И упал флаг, и поэтому мне зачитали поражение. Ну, и не хватало времени, где-то ошибалось. Побороться за призовое место на турнир приехали ребята со всей области. На этих соревнованиях проходит отбор на первенство страны. Подопечные Олега Васенькина в этом году уже обеспечили себе путевку на всероссийские соревнования. Для нас это очень большой успех, но мы, в принципе, к этим успехам уже привыкли. Мы всегда на первенстве Нижегородской области в последнее время находимся в лидерах. В конце января на первенство Нижегородской области отправятся младшие подопечные Олега Васенькина. Давайте продолжим с зимними видами спорта. На этой неделе свой профессиональный праздник отмечали люди, задача которых готовить лед. Да, именно так готовить лед. Зовут их ледовары. Именно от них зависит, как сыграют хоккеисты, насколько комфортным будет активный отдых на катке. В этом году мы решили разузнать все об самом большом из катков Нижегородской области. Поехали! Все работы по подготовке открытого катка можно разделить на три больших части. Подготовку основы, заливку и поддержание льда в хорошем состоянии в течение всего зимнего периода. В период подготовки снегу было достаточно. Ну, трамбовка где-то осуществляется до 10-15 сантиметров. Ну, до тех пор, пока можно ходить ногами. Трамбовка включает себя, ну, может ощущаться разными способами. В нашем подразделении мы трамбовали несколькими пар скат резиновыми. Работа на открытой ледовой площадке сезонная. Уже к середине марта морозы сойдут на нет, а сотрудникам стадиона Икар, где расположен каток, останется только дождаться, когда все горы снега и тысячи литров замерзшей воды снова вернутся в жидкое агрегатное состояние. Заливка на нашем стадионе производится из пожарного гидранта, пожарными рукавами и стволами-распылителями. При заливке, как правило, погода должна быть температурный режим минус 4, 6 и ниже. Но и тут есть свои тонкости. В сильный мороз заливать каток нельзя из-за того, что лед быстро схватывается и в нем образуются полости с воздухом. Посетители вскрывают их коньками, и поверхность приходит в негодность. Чтобы исправить эту ситуацию, во время технических перерывов, ледяное поле убирают трактора и специализированная техника. Глажные приводят к горячей воде. То есть машина заливается горячей водой, горячая вода поступает в трубу, где отверстие. Из-за отверстия вода идет налет, и за трубой идет ковер. То есть ковер гладит все шероховатости и топит все нитьяны на катке. Площадь катка на Икаре более одного квадратного километра. Готовит его к каждому катанию всего 5 человек. Оценить работу ледоваров стадиона может каждый желающий. Каток работает каждую среду и пятницу с 16 часов до 8 вечера, а по выходным и праздникам с 11 утра и до 8 вечера с небольшим перерывом. 12 января ХК «Саров Инвест» играл на выезде в Павлово с местной командой. Встреча завершилась со счетом 13-3 в пользу нашей команды. Следующий матч ХК «Саров Инвест» проведет в Ледовом дворце в Сарове 19 января. Соперником станет хоккейный клуб из Кстова. Начало встречи в 13 часов. 10 января в Ледовом дворце прошел первый в этом году матч ХК «Саров». Саровчане приняли на своем льду Челмед. При поддержке родных трибун команда Игоря Веркина успешно переиграла гостей из Челябинска. Все подробности в следующем репортаже. От зоны плей-офф саровских хоккеистов отделяет всего 12 очков. И чтобы войти в десятку лучших, им нужно как можно больше побед. В первой домашней игре в этом году в рамках высшей хоккейной лиги Кубка «Шелкового пути» саровские спортсмены скрестили клюшки с Челябинским челметом. Поддержать любимую команду пришли преданные болельщики. В первом периоде саровские спортсмены взяли инициативу в свои руки и через несколько минут распечатали ворота челмета. А после забили еще одну шайбу. Второй период для обеих команд прошел сухую. Мы, конечно, проспали первый период. Потом уже было тяжело собираться. Но как бы моменты были и удаление, конечно, нас подвели. Но мы не смогли реализовать свое удаление. Это пятиминутное. Ребята все бились. Молодцы. Третий период показал, что саровская команда решила укрепить лидирующие позиции. И уже в конце матча отправила еще одну шайбу в ворота гостей. Отыграться челмету не удалось. Итог матча 3-0. Тяжелая игра. Хороший соперник. Молодой, обученный, быстрый. Мы на это и нацеливали команду. Благодарен ребятам за самотверженность. Всех болельщиков с первой победой в новом году. По словам спортсменов хоккейного клуба «Саров», секрет успеха матча в правильном настрое команды. Это была первая игра после новогодних каникул. Все спортсмены отдохнули, провели время с родными и близкими. И полученный заряд положительных эмоций дал хороший результат. Счет 3-0 на табло. Я думаю, что сегодня многое что получилось. И пользуюсь случаем хочу поздравить всех с наступившим Новым годом и Рождеством. Думаю, мы сегодня показали хорошую игру и болельщикам спасибо. На сегодняшний день хоккейный клуб «Саров» находится на 25-й строчке турнирной таблицы. Следующая домашняя игра пройдет 12 января. Наши хоккеисты примут на своем льду спортсменов из Кургана. Начало матча в 17.00. Такой была эта спортивная неделя в Сарове, состоящая из побед и поражений, успехов и неудач. Хотите быть в курсе всех наших новостей, первым узнавать самую актуальную информацию или быть героем наших сюжетов и программ, подписывайтесь на наш канал в Ютубе и присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и Одноклассники. Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!